Всем привет! Всем добрый вечер, здравствуйте, друзья! Это Три в квадрате, как всегда, здесь. Сегодня исключительно в мужском составе. И вот напротив меня люди, которые редко залетают к нам в эфир, поэтому не знают, что уже целую неделю или даже вторую у нас обновленные заставки. Мы сегодня, как всегда, ну не как всегда, а как часто бывает в последнее время, исключительно мужским составом, я бы даже сказал пацанским. Такое у нас сегодня Три в квадрате пацана. Сегодня слово пацана. Я вообще в окружении двух Дмитриев могу желание заказывать. Ну да, загадывай, это на здоровье. Давайте представим, кто же у нас сегодня. Это высоко стоящий и далеко смотрящий нашего эфира Егор Банишевский. Есть такой, да, здравствуйте. Давно не виделись, точнее не слышались, если говорить пародийному. Да, никогда не был и, надеюсь, не будет чушпаном Дмитрий Качалов. Никогда. Ну и главный авторитет нашего радиорайончика, это Алексей Марин за режиссерским пультом. Как всегда. Меня зовут Дмитрий Рябов. Всем здрасте еще раз. Давайте сразу контакты озвучим. Звоните, присоединяйтесь к нашим дискуссиям. 45 09 45. Это телефон нашего прямого эфира. С удовольствием пообщаемся с вами. Ну и телеграм, вайбер, ватсап, который сегодня уже падал, но вроде как встал с колена 5. Все это доступно по единому номеру. 8 9 2 1 0 45 10 45. Так что звоните, отправляйте фотографии и прочее, прочее. Лицезреть наши забавные лица можно на нашем сайте, в прямой трансляции, адрес сайта bigdefisradio.ru или в группе ВКонтакте. Большое радио в Мурманске. Там тоже онлайн-трансляция доступна. Ну, кстати, можно не просто участвовать в дискуссии, а просто благодарить нас за то, что мы здесь сидим. Тоже неплохо. Слушай, намноговато чести, дорогой ты мой. Почаще бы появлялся в эфире, может быть. А то радиослушатели забыли. Это что, действительно, за чушпан уже? Какой-то Качалов. Кто это такой? А я смотрю, вы, Дмитрий, на волне хайпа или насмотрелись? Слушай, ну я не досмотрел. Да нет, я ненавижу эту всю блатную романтику. Это максимум иронии, сарказма и прочего. Поэтому посмотри на меня. Я интеллигентный человек в очках. Какие улицы, какие пацаны. Знаем, вы таких интеллигентиков знаем. Да, да, с заточкой. Так, ну что, давайте. Новость, которая взбодоражила немногочисленных мурманских миллионеров. Я сегодня весь взбодораженый хожу, кстати. Ну ты-то чего? Ну ты-то чего? Ему не хватает одной благодарности до очередного миллиона лайков. А, ну возможно, да. Значит, огни Мурманска, те самые легендарные, выставили на продажу. Значит, владелец разместил, причем, объявление на самом популярном сайте объявлений. Там сейчас и самолеты продают. И, кстати, сегодня был еще любопытный момент. Кто-то опубликовал вакансию президента страны. Была, да. Прикол. Ну, а, кстати, если о местных объявлениях, и турбазы продают у нас. Турбазы, целые большие здания, да. И все там. Ну, то есть начиналось с того, что там продам штаны, которые не подошли по размеру. А сейчас уже вот целая турбаза. Значит, 750 миллионов рублей просят за 44 гектара земли. Ну, и я так понимаю со всем, что на этих гектарах находится. Вот. Удобство, дома, сауна, гостиница. Вот это все. Ну, вообще, недорого, если честно. Не, ну серьезно, ребята. Так бери, чего ты тут с нами-то сидишь, выходи на сделку. Мне чуть-чуть не хватает. Слушайте, ну, не хочу никого обижать, но, по моим ощущениям, когда-то это было действительно нечто вау, передовое для Мурманска и так далее. Сейчас немножко это заведение, ну, вот, по моим ощущениям, проигрывает конкуренцию. В том смысле, что хочется и ремонта какого-то посовременней, и каких-то активностей более новых, обновлений, чего-то такого. Я уж не знаю, как там происходит, ну, не сведущий в этих бизнесменских делах. Может быть, владелец небезызвестный тоже в Мурманске, да, уезжает, может быть, на пенсию. Может, уже присытился. Может, действительно не выдерживает конкуренции. Ну, честно говоря, да, вот этот контекст интересен. Что произошло, как бы, что стало первопричиной, каким образом было принято это решение. Да, то есть это, по сути, ну, мы знаем, что для господина Баглаева, чего уж тут, да, не будем сказать фамилию, это бизнес всей жизни, наверное, да. Он напрямую всегда обычно у нас олицетворяется с этим, ну, с этим комплексом, скажем так. Да и рядом стоящие дома олицетворяются с ним, потому что они благодаря ему фактически там появились. Баглаевская деревня, так и говорится. Ну, Баглаевка, да, так и называют. Да, что сейчас, и главное, ну, 750 миллионов, допустим, удастся продать, может, там, даже за полмиллиарда. Это же огромное деньжище. Это нужен не просто кто-то там с улицы, а некий инвестор, прям рассчитывающий на какие-то серьезные дела. Слушай, я думаю, что китайский или южнокорейский инвестор вполне может найтись. Они с удовольствием смотрят сейчас на нашу недвижимость и на то, что может производить. Они смотрят, но я вот не вижу пока, не вижу ни одного. В основном-то кто? Москвичи, какие-то крупные проекты инфраструктурные, где-то здесь находятся бизнесмены, а вот прям, чтобы китайцы зашли основать? Нет, у нас есть, корейцы же зашли, если я не ошибаюсь, там еще был скандал с отъемом бизнеса. Я сейчас не могу точно вспомнить. Как же называется у нас? Эко-хом? Нет, не эко-хом. Нет, нет, это все. Не знаю, я вот знаю, что... Где-то они у нас точно есть. Ну, так как китайцы, понятно, что едут и будут ехать, и опять вот этот бум возрождается, да, вот у меня знакомые квартиры сдают, а там китайцы частенько, да и в магазинах видно, да, кто у нас. Да, да, да и слышно. Да, сегодня у меня знакомая была в фастфуде на пяти углах, говорит, 9 китайцев, 1 русский. На что я ей сказал, ну так и в мире так. Ну, в целом, статистические беспогрешности. Ну, честно говоря, с одной стороны, безусловно, инвестиции, это круто, это дает толчок вообще всему происходящему, опять-таки, возможность зарабатывания денежных средств, но нужно очень аккуратно к этим инвестициям все-таки, с моей точки зрения, относиться, чтобы и развитие было, ну и, конечно же, как жителю город-герой Мурманск всегда здорово и классно, чтобы побольше в самом городе это всего оставалось, город ширился, развивался, хорошел. Ну, в любом случае, это рабочие места, понятно, что, может быть, если, допустим, купит какой-то московский бизнесмен, налоги будут там, какое-то трудоустройство даже может быть там. Но в любом случае, я просто представляю, там же хорошая очень территория, там и озеро, и красота, и ветряка, вот это все. Если это, ну, выкупить и обновить прям сильно, это может стать прям топовым объектом, мне кажется. Хотя, вот, кто решится 750 миллионов инвестировать, ну, тоже. Но, Савелий, сейчас выгодно инвестировать, потому что у нас очень маленький процент, плюс можно стать архитическим экзидентом, и вообще там ничего не платить. Ну, понятно, что, я думаю, опытные инвесторы все плюшки, которые можно получить, они получают. Так, в общем, друзья, кто собирается вдруг всерьез рассматривать это предложение, кроме Качалова? И хочет расстаться с 750 миллионами рублей? Да, позвоните нам, поделитесь планами. Да, что там планируется. Что там будет, да. 450945, напомню, телефон нашего прямого эфира. Ну, и давайте дальше уже, забыв блатную романтику и крупнофинансовые дела, перейдем уже к каким-то насущным вопросам. ДТП. ДТП, проблема, о которой мы говорили весь прошлый год, и вот, собственно, ГИБДД выкатило статистику. Выясняется, что сократилось количество происшествий в 23-м году, их было зафиксировано 622, а в 22-м 670. Вот, наибольшее число аварий происходит в Мурманске, на трассе Кола и на дороге Мишуково-Снежногорск. И, читая эти цифры, видя эти цифры, я вот как-то по ощущениям не сказал бы, что их сократилось, это число. Может быть, потому что аварии резонансные были, особенно во вторую половину года по... Под Новый год. Под Новый год по осени. Скорее всего, да, по одной простой причине, что все-таки управление автотранспортным средством — это такая сложная история, требующая внимательности, культуру вождения, безусловно, и множество других навыков. Но при всем прием, если сравнивать ту же самую журналистскую историю, которую мы с вами прекрасно понимаем и знаем, но вот с самолетами когда-то что-то случается, мы сразу обращаем на это внимание, как раз благодаря тому, что это резонансно. Но при всем при этом, если смотреть сухие, холодные статистические цифры, то мы все прекрасно понимаем, что ДТП даже, наверное, в этом смысле их больше, и это очень грустная история. И когда видишь о том, что происходит процесс снижения, это все-таки немножко радует. — Здесь вопрос, вот ГИБДД, они выкатывают статистику, но не выкатывают, а что могло бы помочь снизить количество этих правонарушений? — Слушай, а как это не выкатывают? Они как раз-таки говорят о том, что они проводят большую работу, выполняют дорожные работы, ремонтируют, соответственно, всю эту уличную дорожную сеть. — Давай так, смотри, вот сразу тебе вопрос, дорожные работы, они влияют на уменьшение количества аваги или, наоборот, на увеличение? — Уменьшение, конечно. — Если дорога хорошая, гоняем, если плохая, притормаживаем. — Да нет, нет, все-таки... — Так, ну подожди, стоп, ты тоже автолюбитель же, да? — Да, конечно. — Ну и, по всей видимости, ты гоняешь по хорошей дороге. — Да, по очень хорошим дорогам. — По очень хорошим дорогам. А ты, ну, в рамках, собственно, ограничения скоростного режима там гоняешь? — Естественно, да, чтобы штраф не получать. — Чем больше камер, тем меньше аварий. По мне так. — Нет, ну плохие дороги — это ямы, это более скользкие дороги, это менее управляемые дороги, там менее освещенные дороги и так далее. Статистика говорит, что на хороших дорогах аварий меньше. — А вот вопрос, а если, например, статистика какая? Других стран или России? — Ну, в целом, я вот такое слышал. — Вот просто я к тому, что, знаете, в Норвегии хорошие дороги, но большинство автолюбителей Норвегии, насколько мне известно, еще кроме того, что проходит обычное обучение как автолюбитель, еще проходит контр-аварийное вождение. — Ну, потому что они на севере живут. — Ну да, вот. А почему бы у нас то же самое ГИБДД не может как-то внедрить эту систему, да, прогодировать ее? — Вполне возможно, в рамках профилактики там идет какой-то и этот процесс в том числе, но при этом там еще и прогрессивная шкала штрафов. Чем больше вы зарабатываете, тем больше ваш штраф. — Да, и вот, помнится, еще лет 10 назад я общался с норвежскими дорожниками, они рассказывали, что, к сожалению, главный инструмент — это снижение скоростного режима и, соответственно, жесткие штрафы за его нарушения. И они говорят, вот Норвегия вроде бы не сильно огромная страна, но чтобы ее по правилам проехать с самого юга на самый север, нужно где-то три дня. — Чтобы в рамках скоростного режима. — Да, вот соблюдая скоростной режим, но все так и ездят. И при этом у них за 10 лет количество автомобилей увеличилось в три раза, а количество аварий осталось на том же уровне, там, в 80-х годах. — Ну, я просто тоже прихожу, наверное, к личному такому выводу, что комплексы различного мер, профилактики, предупреждения, да, нету какой-то уникальной такой палочки сказать, что вот здесь, вот сюда мы в эту точку будем бить, и сразу все эти проблемы решатся. — А у меня есть, знаешь, какое? — Камеры, фиксирующие среднюю скорость движения автомобиля. Знаете о таких камерах? Вот у нас камеры, которые сейчас стоят, они фиксируют просто нарушение. То есть ты едешь там 150, все зафиксировали, получил штраф. А есть камеры, которые фиксируют тебя в начале некого отрезка и в конце. Если у тебя средняя скорость превышает допустимую, ты получаешь штраф. И вот как говорят, что вот в этих, когда эти камеры работают, там все едут с нужной скоростью. — Ну и опять-таки они же там достаточно близко обычно на участках расположены, чтобы можно было статистические сравнения производить. Но опять-таки технологический век, технологический общество в 2024 год на дворе. Потихонечку, полигонечку, я думаю, это тоже войдет. Потому что я, не являясь автолюбителем, я, собственно, перемещаюсь пешком либо с помощью общественного транспорта, мечтаю о создании портала. Я слышал от своих коллег и друзей о такой системе, где-то, по-моему, даже в Мурманске что-то подобное. — Портала какого ты мечтаешь? — Ну, портала классического, знаешь, из видеоигра. Чтобы портал открылся, я попался в место, куда мне нужно было. — Сто лет тому вперед, Грибы Учева, да, стоит троллейбус, ты заходишь, выходишь уже в другом месте. — Там троллейбус, там такие будочки стоят. — Ну, типа троллейбуса. — Да. Ну, смотрите, кстати, вот ГИБДД наше, помимо всего прочего, вкладывается сильно в подрастающее поколение воспитания культуры, по крайней мере, как они сообщают. Значит, смотрите, для углубленного изучения детьми правил дорожного движения функционируют 99 специальных кабинетов в школах области. Значит, 33 автоплощадки, 20 мобильных автогородков, 8 автодромов. С целью формирования, уж извините за вот этот чиновничий язык, с целью формирования культуры автотранспортной безопасности, воспитания полноценных участников дорожного движения, в регионе действует вот 25 отрядов юных инспекторов движения, численный состав — 1702 человека. — Ну, вообще, на мой взгляд, ГИБДД неплохо работает, но мне кажется, что работа должна быть усилена, знаете, в каком направлении? Это светоотражающие элементы, прямо на всех их надо лепить, даже вот с жестким прессингом. То есть не хочешь тебя баллончиком специальным с краской, которая светится... — Ну да, конечно, ага. — Нет, нет, я сейчас говорю, есть краска, которую ты пшикаешь на одежду, ее не видно, но когда на тебя попадает свет фар, она начинает отражаться. — Да-да-да, в Финляндии так с оленями делают. — Вот, да-да-да, совершенно верно. — Ты на что намекаешь сейчас? — Нет, это первый момент. Второй момент — жестко штрафовать нарушителей пешеходов, потому что вот я недавно буквально позавчера еду по дороге, утро, в 8 утра, и девушка, хорошо одетая, приятно выглядящая, бежит на красный свет, потому что опаздывает, видимо, на работу. Ну, как бы, ну, что ты делаешь, что ты творишь, какой пример ты подаешь детям? — Ну, это сознательность все-таки взрослого человека, и опять-таки это и работа, собственно, соответствующих служб, но и сознательность самого непосредственно гражданина в данном направлении. — Слушай, ну, тут, да, я не хочу разжигать вот этот, скажем так, вечный спор водителей и пешеходов, но водители тоже знаешь. — Согласен, но, с другой стороны, я еду, а пешеход... — Загорается мне зеленый, я еще считаю до трех, потому что вот эти олени тоже несутся. — Пешеход переходит по зеброй, он вообще не смотрит направо или налево, он думает, что он бессмертный. Но ты ведешь даже по зеброй, посмотри. — Так а ты видишь эту зебру? — Ну, подожди. — Нет, проблема в том, что я как водитель, у меня, может быть, раз я тормоза жму, машина едет вперед, шипы не цепляются за лед, да, там я не учел дорожное движение. — Смотри, вот я как пешеход могу с другой стороны сказать, что буквально, наверное, за последнюю неделю я раза четыре или пять на оживленных перекрестках наблюдал момент, когда машина проезжала на зеленый свет. Ну, потому что движение все еще на желтый продолжалось. — Нет, она заканчивалась. — В этот момент, да-да-да, она прямо проскакивала, проезжала. — Да, я говорил, включается зеленый, и у меня такое правило, я считаю, до трех, а то и до пяти. — Нет, хорошее, но ты идешь, ты сможешь направо или налево? — Ну, естественно. — Молодец. — Знаешь почему? — Потому что меня два раза машина сбивала. — А до этого, да, и ты уже на свете шла пляжку, и все понял. — В продолжении всего происходящего, но опять-таки, то есть, по-моему, в позапрошлом или в прошлой зимой я начал отмечать, что у нас вот появляется вот эта разметка на пешеходный переход, когда она не только нарисована, а когда она подсветена. — Хорошее что-то. — Вообще, безусловно, классная вещь, особенно в период полярной ночи, потому что в нужных важных местах пешеходов подсвечивают, их видно становится. — Ну, потому что еще и разметку не видно зимой, лед, снег. — В продолжении я тоже как бы вижу и сам стараюсь носить даже не на одежде, а может быть, там на сумках, рюкзаках где-то еще, и у школьников я вижу эти отражающие элементы, и у взрослых людей я вижу отражающие элементы. И вообще, честно говоря, вот когда ты про этот рассказывал, очень сильно хочется приобрести себе даже куртки же есть такие, которые так серенькие, но они как-то... — Целиком цвета отражающие. — Да-да-да, они реверсивно возвращают цвет обратно, и они в какой-то момент были очень популярны у молодежи, я прямо обращал внимание, потому что очень круто в период «Полярной ночи», что молодые люди носят именно такую одежду, потому что его сразу видно все восстановится. — А у нас вот, особенно старшее поколение, оно не любит яркие цвета, и ты реально замечаешь его буквально за три метра до автомобиля. Ты думаешь, откуда ты взялся? Как ты... О чем ты думал, когда выходил на проезжую часть? — Ну, это... — Ну, есть такое. — Ну, кстати, вот еще одной мерой. Тут я... Ну, наверное, никто не будет спорить в плане там скорости. И являются лежачие полицейские. Да, но тут вот казус. Значит, использование этого термина может быть запрещено в СМИ и публичном пространстве. Значит, депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. Значит, просит о том, чтобы выпустить рекомендации о том, что не стоит использовать жаргонные выражения автомобильным и прочими агрегаторами. По мнению депутата, выражение «лежачий полицейский» можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. Это неправомерно, провокационно и так далее, и так далее. И, мол, эти заголовки можно увидеть повсеместно, выражение это жаргонное. Значит, и благодаря использованию жаргонизмов происходит процесс легитимизации ненормативной лексики и так далее, и так далее. Я не знаю, куда товарища Хамзаева понесло. Это же называется просто «лежачий полицейский». «Не пьяный, вонючий, убогий, лежачий полицейский», а просто «лежачий полицейский». Нет, на самом деле, никогда не было отрицательной коннотации, когда я вот это слово себе произношу. Ну да, «не лежачий в луже полицейский». Да, просто «лежачий полицейский», который фиксирует, ну и скорость там останавливает. Ну и сразу как бы становится все понятно. Но опять-таки, общаясь со знакомыми с большого такого ресурса «грамота.ру», они говорят о том, что на язык, конечно, можно пробовать влиять, общеупотребительный, но он развивается как бы самостоятельно, потому что огромное количество людей в нем сопричастны. Поэтому сразу вот моментально переломить, особенно такое устоявшееся достаточное выражение, будет очень сложно. Ну, потому что в СМИ это не употреблялось. Вот сейчас Дмитрий как бы озвучил его, а вот как только это будет введено в рамки закона, он же не сможет так говорить. Слушай, ну, с одной стороны, не смогу, а с другой стороны, ну, если народ говорит, мы как журналисты что должны? На языке же людей общаться, если, ну... Ну, такое, ну, опять-таки, то есть, как бы, с точки зрения того же инженерного языка, если говорить, ну, вот, общеупотребительное мы все когда видим, отверстие в стене, да, которое там случилось каким-то невероятным. Ну, потому что официально, официально я посмотрел, называется «Искусственная дорожная неровность». Ну и что, кто-то будет так говорить? «Осторожно, впереди искусственная дорожная неровность». Ну, нет же, ну... Ну, так, интересно. А какие есть еще варианты? А как сократить искусственно? Ну, иди. Иди. Иден. Вообще запутаться нормально можно. Да, ну, пока будем распутываться с этими терминами, предлагаем нашим слушателям небольшую рекламу на Большом Радио. Возвращаемся в студию, это 3 в квадрате, как всегда здесь, на Большом Радио до 19 часов. С вами Егор Банишевский, Дмитрий Качалов, Дмитрий Рябов. Обсуждаем новости, и чтобы закрыть транспортную тему, у нас еще одна не самая веселая статистика. Дим, к тебе вопрос как к автолюбителю. Ты заметил, что происходит с ценами на бензин? Ну, если честно, я не смотрю, просто подъезжаю, заправляюсь, уезжаю. Ну, ты... Еще минус несколько баллов в глазах народа. Вот, а между тем я тебе скажу, что более рачительные к деньгам автолюбители отмечают. И более того, это статистика. Цены растут на топливо, и в частности на газовых АЗС в Мурманской области стоимость увеличилась на 35%. Это вранье, Дим, это вранье. Почему? Я тебе объясню, я просто эту новость сегодня тоже увидел, я другу скинул, у меня друг ездит на газу. И он мне говорил, что реально это экономия установить газовое оборудование, ты экономишь за год, в принципе, ты его отбиваешь, и дальше начинаешь экономить. Я говорю ему, Серега, смотри, тут цены увеличились. Но за год, за год. Да, за год. За 23-й. А он мне говорит, что нет, Димон, увеличились под 40%. Потому что, смотрите, он говорит, был 23 рубля, литр, да, там, как он считается, литр газовое. Килограмм, литр. Ну, килограмм, да. А стал 32. То есть, кто-то... Даже не 35. Да, они врут, ну, они вруны эти, кто там у нас. Мурманскадт. Мурманскадт вружки, получается. Ну, то есть, вот, реально автолюбитель мне говорит, что увеличился под 40%. Это что вообще за профанация? Вы что, занижаете? 35-40. Подожди, может, он там увеличился у него на одной конкретной заправке, а тут про все область говорят. Ну, как бы человек выбирает, где подешевле, поэтому... Ну, тем не менее, там 5% разницы несущественно, но вот видишь... Пофига себе несущественно, если ты на миллион заправляешься. Дим, я хоть как-то пытаюсь тебя защитить сейчас от иска Мурманскстапа за клевету и отзывательство. Но ты там просто... Продолжаешь себе выхапывать. Ну, я по-доброму, я по-доброму, я чтобы они обратили внимание на то, что люди говорят. Слушай, ну вот смотри, они сравнили цены в конце 23-го с началом 24-го. Так. Вот, и, собственно, речь об этом. Но что я точно могу сказать, что и на обычные 92-й цены растут, это все замечают, значит, за месяц, за месяц всего лишь 95-й подорожал на 64 копейки, 92-й на 38 копеек. А здесь не совсем понятно. Знаешь, какой вопрос у меня возникает? Вот я заправляюсь на ряде заправок, ну, у меня есть одна любименькая, а там есть карта скидок. Они считаются с картой скидок или без? Там бонусы, баллы? Нет, естественно, без, я думаю. А вот, а там экономия 2 рубля литра на цене. Слушай, ну, это у всех есть вот эти экономии, рубль или 2 литра, но суть-то в том, что ты стал больше платить. Я подаю его логику просто понять в рамках всего происходящего, потому что он, кстати, говорит, я не обращаю внимания за ту рубль или 2, это важно. Нет, я не обращаю, но они мне на кассе каждый раз говорят, там, заправьте, все будет 2 рубля литра. Я думаю, ну, прикольно, наверное, 2 рубля литра. Просто если экономия 2 рубля литра, значит, я уже, наоборот, экономлю больше, чем подорожание. Понимаете, да? Так ты и до этого экономил те же деньги. Так я вообще-то, я всегда экономлю, получается, я вообще радуюсь за цену. Хорошо, но, тем не менее, вот меня статистика вообще не радует, а сегодня мне еще тоже рассказали, что на 2 или на 3 заправках 92-го не было. Уж не знаю, может, какая-то временная флюктуация. Ну, вот тут, так вот, со стороны, интересно, почему произошел этот процесс, где, собственно, сложилась первая причина. При этом, насколько я помню, не совсем корректно сравнивать цены на газ для автомобилей и цены на бензин, потому что разный процесс влияния на них идет. Ну, да, да. Да, это немножко разные отрасли. И в продолжении, то есть, если внутренние цены на бензин практически не завязаны с мировыми котировками, вот этими фьючерсами и всем остальным, то на газ определенный период времени. Но, я думаю, сейчас это ситуация на внешнем международном рынке. Да, они взаимосвязаны были. Возможно, я не знаю, вот просто сухие факты. Теперь, знаешь ли, уже и подумаешь, да, переходить на газ, не переходить. Собственно, в продолжении всего происходящего электромобили. Электромобили. Я тут в очередной какой-то ролик. Гибридный. Можно начать с гибридных, не спорю вообще, а потом плавно перейти на электромобили. Я смотрел в рамках новогодних праздников своих какой-то достаточно большой обзор на тему электромобили. И там как раз была такая вставка одного из автодилеров из Красноярска. Да, и о том, что у них там тоже взлет очередной продаж именно электромобилей. Думаю, боже мой, Красноярск, там же холодно зимой, как люди там вообще всем этим пользуются. И там очень много тонкостей интересных всех, я их рассказал. Оказывается, что электромобилю-то по большей части в жарком климате сложнее, потому что тоже батарею и систему нужно охлаждать дополнительно, потому что они нагреваются. А в холодном климате, наоборот, ему чуть более комфортно. Ну, он троллейбусы у нас ездит. Да, и в продолжении всей этой истории, что там, в частности, они эксперимент ставили. Разные марки электромобилей, которых оставляли на морозе, а в Красноярске там и минус 30, и минус 35, и минус 40, и даже побольше, я подозреваю, бывает. И там один автомобиль 4, что ли, дня простоял без подзарядки и завелся. Слушай, ну и на Тесле катался у нас в Мурманске, в принципе, нормально, комфортненько. Нормально. А сегодня была еще новость по поводу того, что в Москве посчитали, что в основном Тесловоды пользуются бесплатными парковками, там какие-то им бонусы, зарядки и прочее, и прочее. Ну, это уже целый букет всяких льгот и плюшек. Да, один из таких прецедентов стимулирования, как бы, перехода, собственно, допустим, с двигателя внутреннего сгорания, который работает на бензине. Ну, понятно, да, да, логика весна. Но все равно на Севере, мне кажется, двигатель внутреннего сгорания лучше, потому что ты даже уехал куда-нибудь далеко, встрял там, тебе бензинчика могут довезти в канистре, а вот заряд тебе уже не довезут. Так оно везде, так, знаешь. Ну, тут и главное опасение у водителей в России, в принципе, поехал ты в Питер где-нибудь, в Карелии встрял, и привет. Да, и все. Ну, опять-таки, это, как бы, это развитие инфраструктуры, и впервые, наверное, можно говорить на тему того, что в крупных городах вот маленькая небольшая машинка, с помощью которой ты можешь перемещаться из пункта А, пункт Б, от дома. По городу. Да, 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 если ты там занимаешься, а если ты занимаешься джипингом каким-то и любишь покорять неосвоенный, как бы, простор, ну, welcome, пожалуйста, у тебя бензиновый двигатель, езжай, бери с собой все, что хочешь. Ну, да. Опять-таки, ну, мы же все знаем вот эти прецеденты автоблогеров, которые я вот на Тесле, но у меня генератор на всякий случай с собой и пара канистрчиков. Да, нет, наверное, кстати, тут это, пишет наш слушатель, Олег говорит, на гибрид нет льгот, только на электромашины, так что поэтому на гибрид даем, на льготы не рассчитываем. Чисто, то есть, ну, ждем, что в скором времени все Мурманск в Теслах весь. Ну, почему? На самом деле, электромобилей это огромное количество, может, москвич, вот, говорят. Нет, ну, сейчас, кстати, китайские бренды, пришедшие на российский рынок, там есть электромобили очень хорошие, ну, с точки зрения обзора, говорят, ну, неплохие машинки. Да, да, я тоже смотрел. Ну, вот, все только и смотрят пока что на электромобили. Ну, ладно, ну, подождите, сейчас вот начнут там у нас литий добывать, соответственно, как его, обогащать, и батареи будут в Калининграде делать, и, глядишь, все, дело покатится в нужном направлении. Ну, что, мы к 18 часам приближаемся, это значит, что время музыки на большом радио. Сегодня, как и всегда, мы стараемся какой-то инфоповод подобрать. Значит, что сегодня? Сегодня радостная новость для всех мурманских юмористов. Команда КВН для вас вышла в высшую лигу. Высшую лигу КВН, соответственно, скоро их ждем эфиров на телевизоре. Хотя бы одного. В первом канале хотя бы одного. По меньшей мере, это далеко не первая команда, естественно. Дело происходило на фестивале команд КВН в Сочи, который вот буквально недавно завершился. Егор там бывал неоднократно. Да, все верно. Я тоже бывал неоднократно. Это очень веселое, специфическое, задорное мероприятие. И у меня вот фестиваль в Сочи ассоциируется с такой музыкальной группой, как «Волга-Волга». А он на самом деле у многих участников фестиваля ассоциируется с группой «Волга-Волга». Да, почему? Потому что это такой веселый, задорный кавер-бенд. Который, я не помню уже сколько лет подряд, но они практически... Очень долго. Они лет 10, прям вот на каждом фестивале давали джазу. Большой концерт, потрясающий. Все прям участники этого юмористического действия собирались на этот концерт. Да, это, конечно, веселая вакханалия. Чего уж тут греха таить. Вот, поэтому «Волга-Волга». И плюс, более того, их песенки частенько и в выступлениях используются. В частности, предлагаю послушать «Волга-Волгу» и песню, я думаю, многие ценители мурманского КВНа узнают, потому что под нее одна из команд выходила. А еще порадуются этой песенки все фанаты «Спартака». Это не я, но вот Алексей Марин, например, оценит точно. Уже улыбается. Все, «Волга-Волга» прямо сейчас, КВНщиков, поздравляем. А это же неофициальная песня гимна «Спартака» же, правильно? Да. Да, но у вас сейчас идет круче считается, да, или ЦСКА, или нет? Дим, ну не пытайся, даже не пытайся. Ты как бы можешь дальше продолжать озвучивать. Я вот, допустим, поклонник футбола классического. Так это тоже сидит умничает. Я поэтому стараюсь, ну, не лезть, потому что, как бы, дорогие друзья, если вам есть что ответить Дмитрию Качалову, на всякий случай, напоминаем, вы можете взять в руки телефон и позвонить прямо к нам в эфир. Номер телефона все тот же 45-09-45. Ну и, конечно же, можно Диме и написать, и кружочек, наверное, отпройти, голосовушку, и кричалочку, и познакомить его со всеми возможными. А мы вот с Алексеем Мариным один красно-белый, один синий-белый-голубой промолчим. Со всеми тонкостями, поэтому на всякий случай напоминаю. СМС-очка, Ватсап, Вайбернен или Телеграм. Да им линейно будет, не напишут они, не верю я в них. 8-921-045-1045. Да, ну а мы пойдем дальше. Посмеялись, поплясали. И более серьезные новости, как всегда, в исполнении наших любименьких депутатов Госдумы. Родненьких, давай так говорить. Очередные инициативы, да, значит, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит конфисковать имущество за фейки и действия, направленные против безопасности государства. Значит, предлагаются поправки, и в случае, если их депутаты примут во втором и в третьем чтении, в первом уже приняли, которые позволят забирать почетные воинские специальные звания и государственные награды, конфисковать имущество, деньги и ценности. Значит, за осужденным по каким статьям? Статей много, все касаются вот безопасности государства, да, фейки и прочее. Именно фейки об армии, призывы к экстремизму, публичные призывы к действиям, направленным на нарушение целостности страны, призывы к санкциям, оказание содействия в исполнении и решении международных организаций, в которых Россия не участвует, реабилитация нацизма и прочее, и прочее. И депутаты считают, что подобный закон поможет пресечь подрыв основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства. Вот как будто бы, ну, такая протекционистская инициатива, позволяющая защитить основы страны и прочее, но у меня вопрос, действительно ли конфискация имущества позволит защитить страну? Нет, конфискация имущества позволит людям, которые будут что-то заявлять, подумать, а стоит ли это делать, понимаешь? Они будут уже свои слова, мысли продумывать. Сейчас ведь тоже большие, жесткие наказания за это. Конфискация имущества, когда, ты знаешь, там, тебя отправляют в тюрьму на 10 лет, условно, там, ну, как бы уже по большому счету, какая разница? Подожди, ну вот Галкина с Пугачевым уехали, например, возьмем вот таких одиозные личности, да, и у них еще ничего не конфисковали, и их не оштрафовали. А они говорили достаточно много всего неприятного. Я вот, честно говоря, в определенный период своей жизни задумывался на эту тему, и меня вот удивляло, допустим, там, можно вспомнить тех людей, которых мы называем инфо-цыганами, которые, ну, наверное, обществу больше чего-то плохого применесли, чем польза как таковой. При этом на обществе заработали достаточно большие денежные средства, ну, и мало того, что они там налогов огромное количество должны, но у них имущество остается достаточно большое количество. И тут, с моей точки зрения, что я бы, конечно, вот этих замечательных людей, наверное, по миру-то и стоило бы пустить, забрать, вернуть все обществу и государству, и пустить на те же самые дороги, детские садики, там, поликлиники, что-то еще еще. Нет, ну, слушай, но немножко разные вещи. Они просто близкие, я вот это имею в виду. Ну, подожди, если человек, предположим, ты называешь инфо-цыганом, он не нарушает закон, он делает все по договору. Нет, если он, как бы, все с этой точки зрения, почему бы нет, если все здорово, замечательно и корректно, и ты тут же при этом, я вернусь к тому, что я в части согласен с тем, что, наверное, это тоже один из инструментов, который дает возможность еще раз задуматься над своими действиями, да, быть не бездумным совершенно человеком, а как бы задумываться, да, о том, что ты делаешь, при каких условиях ты это делаешь, что ты говоришь в информационное поле, что несешь. Ну, вот не убедили в том смысле, что вряд ли вот этот боязнь потерять имущество сильнее боязни сесть за решетку, и люди, которые вот занимаются всем, что мы озвучили, да, всеми вот, ну, нарушают закон по вот этим всем статьям, они, наверное, ну, как правило, люди такие довольно радикальные, довольно жесткие в своей позиции, и их этим-то не испугать. У меня ощущение, что как будто бы это просто такая инициатива пополнить казну, что ли. Да нет, Дим, ну, это же разные люди, ну, радикальные, жесткие, там, те, кто уехал и четко там против государственной страны, они, ну, они видны. А есть люди, которые просто там вроде бы так же думают, да, и вроде бы там в чем-то поддерживают и в чем-то согласны, и они раз написали постик, а, кстати, у нас недавно за подобный постик девушку оштрафовали на достаточно серьезную сумму, потому что она не подумала, написала, вот к ней пришли люди в погонах, сказали, вы должны денег теперь. То есть, как бы, ну, то есть, а в следующий раз она не будет это делать, ее друзья, ее кружениц... А в следующий раз скажут, давай, катай квартиру. Не-не, тоже не будут этого делать, понимаешь? Ну, задуматься надо. Если раньше ты мог лайкать любой пост, любой комментарий и особо не думать о последствиях, то сейчас ты уже думаешь, а стоит ли это лайкать? Стоит ли это репостить? Да, да. Ну, вот по себе скажу, я как-то очень умерил, в принципе, активность в интернете. То есть, цифровой след никто не отменял? Ну, во-первых, цифровой след, во-вторых, как-то, не знаю, такая, вот интернет раньше как воспринимался? Территория все-таки свободы. Такое ощущение немножко флигустерства и пиратства, да? Сел, погнал, что-то там, хоп-хоп, с кем-то зацепился, что-то тут. А теперь все, добрый вечер. Теперь, как бы, внимательно, максимально. Ну, опять-таки, есть такая сентенция, что, как бы, свобода — это хорошо и, безусловно, здорово, но ровно до тех пор, пока моя свобода не нарушает свободу какого-то другого, допустим, человека, с которым... Или список из десяти статьй в нашем Уголовном кодексе. Вполне тоже, как бы, оправданно с той точки зрения, что на Уголовный кодеке же не просто так существует в этом смысле. Ну, да. Иначе была бы вот эта вот вседозволенность, она же очень разные черты может принимать, на самом деле. Согласен. Еще про депутатов, и тут, знаешь ли, вот заголовок новости в духе начала нашего эфира, за базар придется отвечать. Значит, депутата Федорова засудила основательница сети семейных кафе. Значит, что, в чем ситуация, как было дело? Основательница сети семейных кафе Анастасия Татулова добилась частичного успеха в правовой битве с известным депутатом Госдумы от Мурманской области Евгением Федоровым. В 22-м году народный избранник рассказал у себя в телеграм-канале о якобы недобросовестном поведении Татуловой как предпринимателя. Через 10 дней она на него написала заявление в Генпрокуратуру и в арбитражный суд Москвы. Потребовала опровергнуть информацию, потребовала компенсацию морального вреда в миллион рублей, а потом эта сумма трансформировалась в компенсацию уже убытков. В итоге суд встал на сторону предпринимательницы, признал распространение Федоровым несоответствующих действительности порочащих сведений в адресе женщины. В частности, о том, что она якобы занимается как раз-таки подрывом основ государственности. И обязал его опубликовать опровержение в 13 телеграм-каналах. Ну а денег все равно предпринимательница не получит, потому что убытки не доказаны. Вот, но тем не менее, теперь депутату придется извиняться. Ну вот, Анастасия... Это я к тому, что кто бы что ни думал, иногда судебные решения удивляют и становятся на сторону простых людей, а не депутатов. Ну вот, Анастасия непростой человек. В продолжении, Дмитрий, вы тоже как бы смотрите за тем, что вы говорите, особенно вслух на радиостанции. Про красно-белых или что? Ну ладно, смотрите, друзья. Анастасия Татулова, это непростой человек. Если бы это была обычная рядовая жительница России, которая вот возмутилась и подала в суд и выиграла, это одно дело. Когда основательность сети Андерсон, которая не бедная девушка, имеющая возможность и время людей нанять, время выделить на суды. Суды это непростая штука, вы сами понимаете. Нет, но тем не менее, суд с депутатом, Дим. И вот знаешь, сейчас я смотрю, многие депутаты себе позволяют очень резкие высказывания. До чего говорить, зайдите в телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, объективно, не давая оценку, очень резкие высказывания. Ну да, соглашусь. Там, правда, без личности. Здесь конкретно депутат прошелся по конкретной предпринимательнице. И вот, отсудила, пожалуйста. Не, ну хорошо. Я к тому, что случай-то удивительный. Да. Положите. В духе бывает и такое. Опять-таки, мы считаем этот случай удивительным. Вполне возможно, что как раз он настолько резонансный, потому что есть у человека возможности, там, бизнес, еще что-то, ну и желание добиться справедливости, что в конечном итоге получилось. А сколько подобного рода случаев есть, допустим, по стране, о которых мы не слышали и не знали, которые связаны с обычными гражданами. Ну да. Не удивлюсь, как бы, что их тоже достаточно большое количество. В общем, общий вывод из этих всех историй и новостей. Давайте следить за базаром, что называется. За языком. Это еще более. Да, это абсолютно, как бы, верно. Великий, могучий русский язык. Изучать, развивать, как бы, лучше дать, чем нет. Вот. Ну а мы движемся дальше. Ровно как и движутся паровозы и поезда по нашим железным дорогам. Что сейчас будет? Такая нелепейшая подвязка к следующей новости. Все вы помните историю про бедного кота Твикса. Обсуждали уже и здесь, и везде. Да. Не будем. Не будем сегодня. Ну а ладно, кота высадили. История более жесткая. В Пермском крае пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции. А у меня был такой случай, кстати. Поезд Том Скадлер. И людям несколько километров пришлось идти ночью вдоль железной дороги по снегу после того, как их ошибочно высадили в глухом лесу, сообщает пресс-служба Межрегионального управления на транспорт Следственного комитета. Ну, соцсети, естественно, давай обсуждать. Здесь выяснилось, что людей подобрал таки товарный поезд. Среди пассажиров была женщина с ребенком. Ей из-за переохлаждения понадобилась медицинская помощь. Ну и, естественно, история вылезла. Следственный комитет организовал проверку и так далее. Вот у меня, знаете ли, какой вопрос ко всем, кто любит покричать, погалдеть в интернете и потребовать справедливости. Когда кота высадили, да, кот погиб, жалко и так далее. Какой хай-лай поднялся на несколько дней? Здесь людей высадили, люди ночью в снегу перлись несколько километров. Кто говорит об этой новости, кроме одного ресурса в интернете и большого радио? Вот именно. Где вы, защитники прав, обездоленных и обиженных? Ну, конечно, дичь. Ошибка проводника. Вот ту проводницу отстранили уже от работы? Здесь какие-то санкции и меры будут вообще? Нет, здесь вопрос, здесь ошибка проводника или проводников. Вот такой интересный момент. Да хоть полупроводников, Тим. У меня был просто случай, меня высадили в Туле, не в том месте, где я должен был высадиться. И меня в итоге не встретили. Ну, там я догадываюсь, почему. Ну, потому что люди такие, ну, мы тут с тобой полтора часа сидим, пыжимся кое-как. Там-то полтора суток ехать уже, говорят, да все, давай уже, пожалуйста, мы уже не можем. Да, конечно. Шучу, конечно, но, тем не менее, вот такая вам история. Пожалуйста, добрый вечер. Ну, как бы в продолжение. Дичь? Ну, с одной стороны, как бы дичь, с другой стороны, как бы все-таки люди взрослые умеют говорить, писать, различного рода органа обращают на это внимание, как бы можно уже, как бы, ну, поднять все происходящее. Тот же код, максимум, что может сказать Мяу. Ну, это мое личное в этом направление. А если немножко погуглить на тему этой новости, тут у меня все интересно откроется. Давай, давай, давай. Ну, что, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения места положения, шесть пассажиров ошибочно вышли на станции. Они вышли не в лесу, а на станции. Это важный момент. Четверым пассажирам был оплачен проезд на такси до пункта назначения. Двое пассажиров были доставлены вслед идущим поездом. Та-ра-та-та. Но это говорит федеральная пассажирская компания, собственно, почему. Далее идет про проверку. Информация в социальных сетях тем временем бурно обсуждает произошедшее. Многие жители приняли новость за фейк. В продолжении кто-то уже из пассажиров рассказывал о том, что история действительно произошла. Ну, во-первых, нас было двое, не шестеро. Во-вторых, до станции мы шли не километры, а всего полкилометра. А то им может быть меньше. А девушка вся пародрогала, потому что она была в одних штанах. Ну, то есть... Только в штанах? В штанах, без всего. Ну, наверное, я не знаю. Как бы я вот что вижу на сайте новостного агрегатора, то в слух и произношу. Ну, то есть какие-то, видимо, там... Подробности нужны опять. Да, нужны вновь подробности, все тонкости, нюансы произошедшего. И вполне возможно, что не так все ужасно, как может показаться. А может быть и наоборот. А может быть, надо нормально станции железнодорожные оборудовать, чтобы было хоть что-то видно. Или чтобы у проводников была связь с начальником поезда. До сих пор едешь, особенно на электричках. Там станции как таковой, там просто... Стоп, стоп, стоп. Ты где последний раз на электричке-то ездил? В Ленобласти. А, в Ленобласти, да. Вопроса нет. Там еще более-менее, но бывает, знаешь, когда на станции просто маленький столбик, и старая плиточка лежит. Зимой я представляю, что там вообще ничего не понятен. Ну, в Ленобласти, я помню, в лагере в детском мы все время проезжали на электричке мимо Комарова и прям всем вагоном пели. На недельку до второго, я уеду в Комарово. Вот. Ну что, до рекламы успеем коротко обсудить еще одну новость. Значит, про молодежь, работающую и не очень. Да не хочет она работать, молодежь. А вот молодежь теперь из других регионов планирует привлечь к работе в сфере туризма в Заполярье. Значит, председатель комитета по туризму, Александр Елисеев рассказывал об этом на встрече, посвященной развитию туристической области в Хибинах. Значит, участвовали там и предприниматели, и представители всяких региональных властей и структур, обсуждали перспективы развития круглогодичного туризма в Хибинах, в том числе обеспечения транспортной доступности ключевых объектов показа. Вот. И Александр Елисеев отметил, что одной из важнейших отраслевых проблем является дефицит кадров. Хочет, не хочет молодежь, а тем не менее. И в Кировске понятно, что реализован пример партнерства крупной компании и филиала «Могу», в том числе и по туристическому направлению, что у ребят есть возможность там какие-то дипломные проекты делать и так далее, и так далее, с перспективами трудоустройства, но в планах расширять и масштабировать такое родное сотрудничество с различными муниципалитетами и городами. Ну, вполне здравое решение на самом деле. Ну, потому что если брать конкретно Кировск, я насколько помню, зимой-то проблем с туристами нету. То есть, ну, есть инфраструктура и тому подобное, когда я только начинал кататься, все здорово и замечательно. А летом громадная просадка происходила. Хотя, казалось бы, там тоже очень интересно. И в продолжении, как бы, всей этой истории, ну, вот, допустим, будь я студентом, и очень я увлекался бы, допустим, какой-нибудь горной инфраструктурой, хотелось бы мне куда-нибудь поехать, а денежных средств у меня нету, так вот, welcome, поехал, поработал, все увидел, все понял, прочувствовал, захотелось, остался, не захотелось, обратно уехал. Классно, нет? Соглашусь. Согласны ли вы или нет, подумайте, а пока послушаем небольшую рекламу на Большом Радио. Перед рекламой мы как раз подняли тему работы молодежи, и вот интересные цифры. Значит, не многие, наверное, знают, но с 1 июня прошлого года подростки с 14 лет могут работать без разрешения органов опеки, а только с письменного согласия родителей. И, соответственно, интересные цифры одного из порталов по трудоустройству. Количество вакансий за 23 год для подростков от 14 лет 42 тысячи, и это втрое больше, чем в 22 году. То есть растет вот эта отрасль молодежного, или как его назвать, детского, подросткового труда. Их же еще берут, Дима, на летний период, когда отпуска начинается и нехватка рабочих руководителей. Это сложная, на самом деле, история. Но я вот, кстати, такой человек, который в 14 лет, я как раз ходил в молодежную биржу труда, в Мурманске была на тот период времени. Да-да-да-да, и я там что-то в военной части работал два месяца. Ну смотри, по данным этого портала, труд востребован под несовершеннолетних там, где не нужно подработать. И это курьеры, промоутеры, почтальоны и официанты. А также привлекают подростков там, где они могут на одном языке поговорить с потенциальными покупателями, с такими же подростками. То есть аниматоры, какие-то продавцы молодежной одежды, каких-то гаджетов и вот этого всего. Вот, в среднем по России подростки получают 15-30 тысяч рублей в месяц. В Москве около 50. Ничего себе так подумать, да? Нормально 14 лет, полтинничек. Ну в целом-то неплохо. Я на самом деле очень всегда с позитивом смотрю, потому что у меня... А как вот, я понимаю твои аргументы, да, но как же счастливое детство, вот это все рано повзрослел, стал циничным. Я подростком был в 90-е, и в 90-е я очень хотел работать, и работы не было. Я приходил на биржу труда молодежную, вакансии, которые там были, меня не устраивали, потому что, ну, они либо по времени меня не устраивали, либо по доходу не устраивали. И реально такой ситуации, как сейчас, не было. Не было возможности прийти там в какой-нибудь ресторанчик устроиться. Курьером, да? Да, или курьером устроиться. Ну не было. А сейчас ты можешь заработать деньги, и подростки, не все, но есть подростки, которые сейчас уже задумываются о финансовой подушке безопасности. У меня, у моих друзей, сын на день рождения попросил деньги. Но вопрос, зачем тебе деньги? Давай мы тебе купим. Сказал, я хочу создать себе подушку безопасности, купить акции. Но опять-таки, это гибкие навыки, рост внутренней ответственности, рост непосредственно самого человека, а получение какого-то опыта, который ему в дальнейшем пригодится, как бы больше осознанности. Ну вот вы отправили бы своих детей в 14? С удовольствием. Подожди, вот тут интересный на самом деле вопрос, когда ты говоришь, отправили бы или не отправили. Но тут вопрос, наверное, опять-таки внутренней мотивации. Нет, ну не пинками, конечно, а вот оно словно такое. Ну самого человека. Пойду курьером. Не, ну вот у меня дочь, например, говорит, я говорю, дочь, летом есть возможность поработать, например, выкладкой товара заняться. Или курьером, да? Ну выкладка товара нам интереснее для дочери, чем курьером, но я видел подростков, которые ходят с этими рюкзаками и доставляют. Ну вот вы не видите ничего в этом такого. Проблем никаких. А почему нет? Я наоборот больше этому процессу радуюсь с той точки зрения, что как бы можно же было чем-то, наверное, социальным заниматься, да? Можно было бы просто лежать на диване и вообще ничего не делать. А вот человек уже в столь юном возрасте уже что-то делает. Во-первых, он понимает ценность труда, у него ответственность появляется, работа с другими людьми, да? То есть некие навыки он прокачивает. Это круто. То есть он уже начинает хоть что-то соображать. Хочет ли он этим заниматься, работать в такой отрасли? Не хочет заниматься. Знакомства и связи появляются. Опять-таки, ну приучение к какому-то элементарному труду, там, уважению к труду других и тому подобное. То есть я тут всеми руками за... Но при возможности опять-таки свободного выбора и выбора тех же самых там, допустим, вакансий, направлений и всего остального. Попробовал себя в этом, не очень сильно понравилось, попробовал вот в этом. А вот в этом, допустим, очень сильно понравилось и пошел дальше развиваться. Почему нет? Наоборот, класска, это же возможность. Хуже было бы, если бы этой возможности как раз не было. Хотелось бы, но реализоваться невозможно. Согласен. Убедили, убедили. Все, 14 лет. Убедили, иду работать. Наконец-то, Дмитрий Качалов, вы пойдете работать. Не, я уже стараюсь. Да Дима, вот он, видишь, специально детей-то нарожал. Ты вы же для чего? У им 14, сразу пинок, все, иди, батю корми, маму корми. В заводы в стране стоят, они вот блогеры, все. Не знаю таких. Нет, просто, я же тебе говорю, он все семейство, все это самое. 14 лет сразу отправят работать. Значит, продолжая тему рынка труда и вот этих всех историй. Значит, интересное предложение от некоего профессора Сафонова из Финансового университета при правительстве России. Значит, он предлагает ввести в нашей стране для сотрудников право на молчание. По мнению профессора, в России работодатели предъявляют сотрудникам претензии и применяют дисциплинарные взыскания, если сотрудник не отвечает на письма или сообщения, даже после окончания рабочего дня. Вот. И работодатели не только звонят и пишут своим сотрудникам, но и дают задания за несколько минут до его окончания. Значит, профессор предлагает считать это нарушением трудовой дисциплины и, соответственно, последовать примеру зарубежных стран и позволить сотрудникам не отвечать на письма-звонки после окончания рабочего дня. Вот таким образом защитить людей от нападок начальства, от лишних обязанностей и прочего. Понятно, что сейчас это не урегулировано, а вот профессор говорит, что надо бы. Должностные обязанности, инструкции прописываются, подписываются, там все это указано. Ненормированный рабочий день, нормированный рабочий день. Если этого нет, то ты можешь ничего не делать. Ну, понимаешь, есть же случаи, когда вот ты вроде уже после работы, все равно, что-то тебе упало письмецо, не говорит никто про то, что делать, бежать обратно в офис. Ну, ответить, проконсультировать, из серии там Маша, напомни-ка мне, сколько у нас там вагонов стоит, например. А человек уже не на работе, он должен мыслями туда вернуться, перезагрузиться и так далее. А есть, ну, совсем сумасбродные ребята, когда, ну, надо, ну, надо вот выйти в субботу, надо. Ну, мы же тоже выбираем, с кем мы работаем, да, вот я же вот вас выбираю, что я с вами в эфире работаю, а могу не работать с вами в эфире. Поэтому мы тебя так часто видим, значит, да? Ну, 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 ну. Ну, мы еще, то есть, Игорь, понимаешь логика? Мы должны ценить, он выбрал нас. Да. Боже мой. Ну, на самом деле, это достаточно такой большой дискуссионный вопрос, и я, откровенно говоря, чуть-чуть дискомфортно себя чувствую, вот я поэтому такой период времени молчал, потому что, да, я, конечно, грешен в этом направлении бывает и с моей стороны, что есть какие-то срочные задачи, еще что-то, и тут как бы, ну, я стараюсь как бы, ну, сдерживать там себя по мере сил и возможностей как раз в руках, понимая, что людям надо давать возможность отдохнуть, ну, то есть, опять-таки, те же там вечера, выходные, что-то еще, что-то еще, ну, и уже, ну, где-то, наверное, не первый месяц я кручу в голове вот это, а как найти вообще весь этот баланс между срочными различными задачами и прекрасно понимаю, когда, допустим, там прилетает эта срочная задача, казалось бы, там за 10 минут до официального окончания рабочего дня, там, да, ты понимаешь, что, ну, вот надо сегодня, надо сегодня. А можно, знаете, компенсировать, ты высылаешь задачу как начальник и в конце смайлик-поцелуйчик. Вот, вот как ты свои... Вот сразу видно, индивидуальный предприниматель не сталкивался. Как ты свои миллионы заработал, да? Это все смайлики и поцелуйчики. Понятно. Типа, там, Оль, сколько у нас вагонов из смайлик-поцелуйчик? И Оль такая, о, уже, уже такая в расслабленном состоянии вспоминает. То есть, ну, так вот, да? И отправляет... Так-то подчинет. Думаешь, то есть люди, которые не начальники, они вот настолько ведомые, можно так вот тупейшим образом манипулировать и все-таки... Я так всегда делаю. Ну, если поцелуйчик, то, конечно, да. Это прям оправдание. И в ответ получаешь ребус из 10 смайликов, как бы из разряда трудовой жизнью и, ну, не помню, чтобы я так работал. Знаешь, вот ушел с работы, закрыл дверь или компьютер выключил вовремя по графику и забыл до следующего утра. Вот у меня ни разу такого не было. У меня было. В жизни. И иногда думаешь, да... Ну, понимаешь, вот когда ты работаешь там журналистом, ну, невозможно не мониторить. Не в потоке быть. Не в потоке быть. Не смотреть по сторонам, не искать эти новости. Да, извини, это Дима сказал, я просто повторил. Вот это вот все началось. Так, кто из вас еще и не в ресурсе, признавайтесь. Нет, но имеется в виду, что... Да, не вот в этом инфо... Не выпадать из этого инфополя. Как? Ну, невозможно. Невозможно, да? И единственный вариант уехать куда-то на остров, выключить все телефоны. Да, понимаешь, ничего без тебя не произойдет, не сломается, не закроется и так далее, но... Но отдыхать и перезагружаться, как бы сказать... Но иногда завидуешь людям на заводе, которые вот сегодня 20 гаек выточил, условно там, или столько-то труп сварил, закрыл, переоделся и до следующего утра вообще. Ну, тоже смотря, что за гайки, как ты их точишь, на каком оборудовании, какие задачи перед тобой стоят. И да, ты... Потом еще тебе прораб вечерком. И ты план... А что там вот по этим гайкам? Ну, прораб это больше настройки, конечно. Смысл в том, что как бы да, ты сегодня, может быть, все сделал, замечательно ушел, забыл, но утром ты можешь прийти и немножко не так ситуация кажется. Я жил вот просто вот в таких вот условиях, когда условный гудок был, я выходил прямо с работы, у меня бывало, утром я приходил, прям так мотивационно меня взбадривали, что потом целый день прям пролезало, я ждал, когда будет следующий гудок, да. Но профессор Сафонов, он молодец, с одной стороны, а с другой стороны, мы же выстраиваем некие личные отношения в том числе, да, и все-таки работодатель, чей сотрудник, готов ответить в нерабочее время, будет более ценит этого сотрудника, чем тот, который скажет я не работаю, все. А может быть, сядет на шею и нож посвесит. Может быть, есть такие. Может быть, такое, да. Есть такие. Ну, я согласен, надо оставаться с людьми и какой-то индивидуальный подход искать. Но, тем не менее, может быть, и будет как-то это теперь прописано в трудовом законодательстве. Например. Что не будет, что не будет прописано в трудовом законодательстве, это сокращение рабочего дня в жару. Очень не зря. Госдума не поддержала, комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о том, чтобы сокращать рабочие дни в жару. Это инициатива Бориса Чернышева от партии ЛДПР. Значит, он предлагал дать право работнику сократить рабочий день. В каких условиях? Если выше 28,5 градусов на час, до 29 градусов на 2 часа, а выше на 4 часа. Как пояснили, значит, коллеги депутата, в существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, которые должны соответствовать государственным нормам и так далее, и так далее. Вот. И поэтому вот инициатива осталась. Слушайте, а у нас здесь в студии Большого Радио было как-то 29, я помню. Мы работали, никто ничего не сокращал. Мы даже в 30 с копейками работали. И даже премии не было. Ну, у нас-то всего тут полтора часа. Подождите, поцелучек, что не присылал? Нет, в том-то и дело. Мы тебе пришлем. Ну, тем не менее, я согласен, что как будто бы работодатель тебе должен обеспечить там кондей, прохладу и прочее. Да, конечно. Но если вот так вот все будут на 4 часа раньше уходить, так, ну, это что такое? Это будет Испания? Половина рабочего дня. Ну, это полрабочего дня. Ну, допустим, вот тоже, я помню, у нас был подобного рода диалог в эфире летом, как раз, когда было достаточно жарко. И я тоже говорил о том, что, ну, честно говоря, в некоторых случаях, при некоторых условиях, ну, сложно, сложно. Ну, в частности, допустим, в Мурманске, ну, невероятно. То есть, когда температура скачет до плюс 30 градусов, у нас организм не приспособлен к столь резким изменениям. И, конечно же, ты завистью смотришь на некоторых других коллег, у которых работодатель вот своей волей воспользовался и отправил, как бы, их отдыхать там на час пораньше. Потому что не стоит же забывать и о том, что, как это, коэффициент полезности труда с точки зрения, что сколько затраченных усилий и полученного эффекта. А в жару, допустим, у меня мозг... Ну, то есть люди не способны вообще ничего делать, да? У меня мозг плавится. Я когда на экваторе был, я больше четырех часов работать физически, ну, как бы, не мог, потому что дальше у меня и рассеянное снимание появлялось, и все остальное. Это было небезопасно. Слушай, ну, тут я полностью согласен, потому что я вот тоже в жару вообще не работоспособен. Хочется сидеть в холодной воде и больше ничего не делать. Ну, вот, тем не менее, значит, депутаты нас не поддержали. Будем работать, как работали. Еще на тему здоровья любопытная уже мировая статистика. Россия вошла в двадцатку самых курящих стран мира. Что, конечно, пугает. Это статистика Всемирной организации здравоохранения. В нашей стране сигареты курит почти каждый четвертый житель старше пятнадцати лет. А здесь только сигареты или вейпы тоже считаются? Слушай, вот не знаю, не знаю, считает ли ВОЗ вейпы курением прям, но мне кажется, вот именно сигареты. И эти кальяны. Значит, ну, кальяны — это не постоянно. Ты же не ходишь с кальяном по улице и не куришь его десять раз на дню, как сигареты. Значит, это самые курящие страны в мире. Вот тут вообще разлет, да, из совершенно разных мест. Науру... Так, это же какие-то острова. Да. Сербия и Индонезия. То есть вот тройка самых курящих стран. Но, тем не менее, прогноз ВОЗ о том, что... Ну, говорит о том, что будет чуть-чуть сокращаться процент курящего населения. Заметнее пагубной привычке подвержены мужчины. 41% населения старше 15 лет. А женщины — 14,5% населения. Вот. Такая вот... Ну, как сказать... Все равно не красящая нашу страну статистика, скажем так. А вот я уже давно говорил, что пора уже вводить жесткие ограничения и меры. Вот, Дмитрий, вот... Зашивать рты? Нет, смотри, вот ты как бы курящий человек. Я не пропагандирую ни в коем случае, но я использую одну из электронных систем. Теперь вопрос. А хотел бы ли ты, чтобы твой сын использовал одну из электронных систем, когда вырастет? Вот так вот, как отец, скажи. Нет, ну формально, конечно, не хотел бы. Нет, вот и все. Все. Мы взрослые сейчас решаем законодательно, что дети по достижении 18-ти не имеют права курить. Все. И эта проблема решена. Как курящие родители объяснят это детям? Просто запрет. Все законодательно. Никак не надо объяснить этот закон. Скажи, ты куришь, батя или мама еще хуже. А ты говоришь, при мне можно было фейки об армии говорить, тебе уже нельзя, и курить нельзя. Все, сынок, извини. Дед курил. Ну это... Это беломор свой. Какая-то мера. Нет, на самом деле я сейчас... Ну это не моя выдумка. Это не моя выдумка. Так детям сейчас и так не продают сигареты и запрещено курить. Нет, слушай, у меня сейчас есть законодательные в ряде стран, уже введены нормы, которые направлены на детей, что они по достижению 18-ти лет не имеют права курить. Это законодательно. Все это штрафуется, когда ответственность наступает. В некоторых странах ввели это уже. И они молодцы, потому что по факту они, получается, взрослые приняли решение, То есть ждем, пока все курильщики закончатся. Да. И все. А, соответственно, новым людям уже запрещено. Да. Все. И так как мы, родители, понимаем, что это правильно, мы, как взрослые, должны приедать ответственное решение и запретить. Все. Очень интересный, конечно, дискуссионный вопрос. Очередная радикальная взрывающая мозг инициатива от Дмитрия. Но на всякий случай стоит напомнить и отметить, что, друзья, курение безусловный вред. Поэтому запрещаем. А вот что полезно, это реклама на Большом Радио. Возвращаемся в студию 3 в квадрате. Точнее выходим на финишную прямую сегодняшнего эфира. И, друзья, дальше у меня к вам такой забавный блог, который я бы назвал «Жулики всех мастей». А почему сразу «Жулики»? Ну, это, допустим, такой личный эмоциональный окрас, но тем не менее. В Туве откроют Международную Академию Шаманизма. Первый поток студентов, а есть всего 10 мест, планируют набрать летом 2024 года. Студентов будущих шаманов, шаманологического факультета, или как там назвать, я не знаю, кафедра оккультных наук, значит, будут обучать теории и практикам шаманских знаний. В Управлении Верховного Шамана России, а есть и такой, рассказали, что интерес к такому обучению есть не только со стороны россиян, но и среди иностранцев. Поэтому Академия будет международной. Сейчас в Туве зарегистрировано больше 10 шаманских организаций и около 200 шаманов. Друзья, сразу для протокола, что называется. Ни в коем случае не оскорбляя ничьи чувства верующих и прочее. Но все-таки, ну вот, есть религия, есть какие-то оккультные вещи, эзотерические и прочие, и прочие. Неплохо. Ничего против не имею, покуда это в рамках закона. Но переводить это в статус академии, студенты, понимаешь, какой-то придавать этому научность, вот это, мне кажется, уже некорректно. Подожди, подожди. Я насколько понимаю, что вот как раз в Туве местные коренные народы, у них вот вся эта история с шаманами, она как раз имеет, если я не ошибаюсь, религиозный, скорее всего, подтекст, но связанный с их непосредственным верованием и всем остальным. Поэтому с этой точки зрения более-менее как бы нормально и логично, а вот как бы в продолжении того, чтобы это прямо комплексно развивать и вот как раз подкладывать все различные... Называть это академией, называть это студентами. Нет, ты как угодно можешь называть это. Так нет, но понимаешь, вот именно так вот, так понятно, что по закону ты имеешь право, но нет ли ощущения, что это некая, вот ну, ну, как, как вот это, знаешь, как вот эту, не астрономию, а астрологию тоже сейчас многие называют наукой. Ну, нет. Ну вот, шаманизм, ну тоже как будто бы академия и студенты шаманы. Ну, как бы опять-таки, вот я говорю... Курсы, окей. Ну, я вернусь к тому, что я сказал, что, ну, как бы люди проживают на определенной территории, у них исторически вот так вот это развитое для них это религия, наверное, это нормально. Нет, я не против того, есть религии. А вот о чем ты говоришь, как вот это масштабировать? Подожди, но у нас же есть православная церковь, есть академия, есть там университеты, где ты можешь учиться на священника. Это, ну, тоже все имеет место. Называется академия. Называется, почему? Да. Да, ты получаешь высшее образование, духовное... Это называется духовное семинарие. Нет, именно есть высшее образование, это можешь получить. Я не помню, как, по-моему, даже в определенный период времени, как теологический факультет. Да-да-да, в том числе. То есть, как бы, это все нормально, Дима. Ну, хорошо. А между тем, оказывается, что эзотерика входит в топ-5 наиболее востребованных в России в плане вот курсов, да? В прошлом году, Дима, тут внимание, россияне потратили на курсы по эзотерике почти миллиард рублей. Так что, какая там, ну, вот на этом фоне 10 студентов шаманской академии, это вообще ничто. Я хочу сказать тебе, что это официально, а не официально, там гораздо больше цифры. Ну, это то, что да. Когда свечки заказывают, всякие порошочечки, зубики, кожицу там и так далее. Я знаю, что видел, что меня прибило, просто, ну, как будто бы заряженная на все успехи, удачи и прочее, красная ниточка, обычная шерстяная красная ниточка, 100 тысяч рублей. Нормально. Ну, я сейчас, ну, просто меня бомбит, я боюсь ляпнуть в эфире, что-то не то. Просто у тебя денег нет, поэтому тебе бомбят. Да дело не в этом, но ты понимаешь, кто-то покупает. Да, безусловно. Понимаешь, для любого человека, у которого есть миллионы и миллиарды, 100 тысяч, это все равно деньги. Ну нет. 100 тысяч рублей, это абсолютно неплохая тысяча долларов. Ну, я вот... Ну, кто-то покупает сумочки эти, которые вот девочки любят всякие там, какие там бренды у нас популярные. Они там по 5, по 7 миллионов. Ну, блин, ну это тоже огромные бабки. Ну, это просто сумка. Нет, это сумка, бренд, статус, красную ниточку, никто даже не увидит у тебя там на руке. Да, да, да. Понимаешь? Тем более, что на ниточке-то не написано, о том, что она вот такая... Нет, на самом деле нет смысла покупать просто труселя красные на эту, закидываешь и все. Музора выкидываешь, говоришь, как называется, музор уходит, доход приходит, и все, и вы финансово стабильны. А ты это, еще халяву ловил с зачеткой? Нет. Форточку? Нет. Странно. Вот очень, ты что-то недогомариваешь там, ребят, я не понимаю, почему вы так финансово, ну, как бы, не образованы. А пятачок под каблучок, да, там что там надо. Просто, ну, первый доллар, ты хранишь свой первый рогольдик? Это основа финансовой независимости и стабильности, друзья. Я вам сейчас раскрываю. Не психологической, но финансовой. Ой. Ладно, ну, дальше уж точно такая околожульническая история. Значит, ну, вот я прочитал, я такой думаю, ну, елки-палки, как доктор Хаус говорил, everybody lies, все врут, ну, как так? Самого старого пса в мире заподозрили в подлоге. Значит, пес породы Рафейру Ду Алентежу. Не знаю, что это за порода. Сейчас посмотрим. Может, кто-то нам напишет на номер 8921-045-1045. Рафейру Ду Алентежу. Значит, по кличке Бобби был признан самой старой собакой в мире по версии книги рекордов Гиннесса. Бобби прожил 31 год и 165 дней. Ну, это, конечно, обалдеть, как будто бы, да, цифра очень впечатляющая. Все это время он жил в семье Коста в португальской деревеньке. Умер 21 октября 1923 года и, соответственно, его занесли в книгу Гиннесса как рекордсмена долгожителя среди собак. Однако, спустя несколько месяцев ветеринары и фанаты рекордов задумались, а не привирают ли хозяева Бобби. Заподозрили в подлоге из-за того, что на одной из старых фотографий цвет лап. Того пса отличался от цвет лап на свежих снимках. И вряд ли кот сильно изм... Ой, кот-пес пёс сильно изменил цвет, мелировался, покрасился и прочее. Вот. А дальше начали копать и выяснилось, что есть база данных домашних животных, есть дата рождения этого самого Бобби, но записи обычно основываются на устной информации от владельцев, как в том анекдоте. А мы тут, джентльмены, всем верим на слово. Вот. И как будто бы проводилось генетическое тестирование, но оно подтвердило только старость собаки. Да, мол, не молодой, но точный возраст выяснить не удалось. Вот. И теперь выясняют, теперь большая проверка, расследование проводят и так далее, и так далее. И вот представитель книги Гиннесса сказал, да, официально проверяем этот рекорд, организация изучает доказательства и консультируется с экспертами. А интересно, есть какие годовые кольца у собаки, чтобы по ним определить возраст реально? Ты сейчас на что намекаешь? Ну, не знаю, там, по шерсти, по зубам. Слушай, но многих животных по зубам. Ну, по зубам, да. Перевожу, кстати, на русский вот это, Арафейру Дуалентежу. Да-да. Португальский мастиф. А, ну, вот португальский мастиф, значит, такая вот порода. Ну, кстати, если посмотреть фотографию, вот прям смотришь, тут явно какая-то недработанная схема со стороны с точки зрения книги рекордов Гиннесса, так же можно было бы там вообще все что угодно наговорить. Да-да, я говорю, мы тут все верим на слово. Но вообще, вот людям-то зачем? Ну, почему, можно монетизировать едет турист? Что твоя мертвая собачка в книге Гиннесса? Нет, едет турист, а он еще жив, можно к нему заехать. Так сейчас-то уже нет. В смысле, он уже все? Да умер он, да. Вот он прожил как будто бы 31 год там и сколько-то дней. И вот это посчитали рекордом. Ну, может, для них это важно, попасть в книгу рекордов хотя бы при помощи собаки. Ну, на мой взгляд, знаешь, история такая, скандалы, мошенничество можно увидеть и раздуть везде. Вот, ну, обмануть книгу Гиннесса не знаю. Кому это надо просто? Ну, кому-то надо, по всей видимости, если так оказалось. Окажется на самом деле. Вот. Ну, 31 год. Впечатляет. Значит, дальше продолжим про животных. Ты как скажешь. Да, у нас, ну, что, уже конец выпуска, у нас потихонечку, то есть, кто капитаны филиратор, кто капитаны дальше. Серьезных проблем уже не обсуждаем, хотя вот это-то, ну, не знаю, кому как. Лично меня не сильно волнующее, но бесящее. Значит, проблема с голубями. Какая? В том, что нет от них житья. Жители Кировска, в частности, жалуются, жители Мурманска тоже. Говорят, что голубей очень много, гадят везде, докучают и так далее, и так далее. Ну, мы сами виноваты, на самом деле. Вот, о чем и речь. И с тобой полностью согласны в Министерстве природных ресурсов и экологии. Значит, специалисты отмечают, отстреливать голубей нельзя, они не являются охотничьим ресурсом, а многие животные на языке циничных чиновников являются охотничьим ресурсом. Так вот, голуби не являются, поэтому самый главный и гуманный способ борьбы с голубями в условиях городской среды это обеспечить отсутствие кормовой базы. Чтобы они умерли с голоду. То есть, просто не кормить голубей. И управляшки должны следить за чистотой помещений, проводить разъяснительную работу о том, что нужно закрывать контейнеры и ни в коем случае не подкармливать. Вот мнение Минприроды. А теперь я представил этих гиперактивных бабушек, которые не ленятся выходить на тот же театральный бульвар, вокруг себя собирать эту гига-стаю голубей. Такое ощущение, что они с ними еще общаются и могут этой стаей как-то управлять. Иногда вот эта вот мистика там уже хочешь-не хочешь, которые по мановению этого старого скрюченного бабушкиного пальца взлетают и возвращаются также обратно. И у нее там чуть ли не целый рюкзак хлеба или пшена. И вот это вот. Попробуй к ней подойти и объяснить. Она же тебя проклянет. Надежда только на наших чаях. Она же тебя проклянет, голуби заклюют и все. Как объяснить людям, что не надо кормить голубей? Ну, это нужно вести планомерную работу, потому что я когда-то будучи студентом был в Хельсинки и вышел на набережную пообедать, ну, на что денег хватило, булочкой. Вот. И увидел там как раз птичку. Голубей, чайки были, были утки. Пернатые пацаны с района? Да, разные причем. Пернатые, но у меня первая такая реакция, я не задумывавшись, я кусочек отломил, начал их подкармливать и буквально, наверное, минута прошла, ко мне подошло человек пять жителей финской столицы, которые начали мне очень популярно, по-разному, кто-то был вежливый, кто-то прям кричать на меня начал. Что так делать в условиях городской среды не надо. Вот это круто, да? Вот это у людей осознанность. Такое первое столкновение было с этим, и вот тогда у меня вот часть осознанности в этом смысле и пришла, поэтому здесь исключительно, я думаю, полномерная комплексная работа и по разъяснению в том числе. Друзья, разъясняю вам еще один важный факт, я имею в виду нашим слушателям. Мало того, что так голуби размножаются, как крыси размножаются. Да, ну в общем, да, то есть с отходами-то в целом в городе надо аккуратно и внимательно все эти контейнеры закрывать, это вопрос к управляшкам, там, самим не выкидывать, или к самим жителям, которые подходят, но если вы думаете, что бедные птички голодают и так далее, то хлебом их точно нельзя ни в коем случае кормить, потому что частенько видишь, вот бабушка сидит со старой, ну, с засохшей булкой, потому что хлеб птицам противопоказан, в желудке он раздувается, случаются запоры и прочее, так что если вы любите животных, переживаете за птичек, не кормите их. Так слушай, а может это бабушка, которая хочет уменьшить численность голубей? Кормит хлебом, чтобы их стало меньше? Я думаю, вряд ли, я думаю, вряд ли. Друзья, еще есть, буквально у нас несколько минут эфира, вот что вы думаете, ну, правильно ли, а вот знаете, ну, мамы с детьми тоже, я частенько вижу, да и в Мурманске вот все уточек покормить, уточек покормить, тоже вот этим хлебом их закидывают, а уточкам это тоже противопоказано. Ну, там, если хотите, то может какое-то зерно, пшено, но ни в коем случае не мягкая булка. Я могу такой еще интересный пример привести в рамках одного проекта в одной известной гостинице в Мурманске, которая находится в центре, мы заселили туда большое количество детей, и в чате можно было наблюдать, как они выкладывают фотографии о том, что, о, чайка на подоконник прилетела, они с разных регионов, а я тебе скажу, и взрослые выкладывают. Ну, такая живая реакция была в рамках всего происходящего, и в какой-то момент, а это было такое ковидное время, чайка съела девочку, ребята начали их подкармливать, при этом им предварительно говорили, не надо так делать, потом это еще несколько раз происходило в последующие годы, и вот сначала сколько было радости у человека, что он ее там покормил, там все здорово, замечательно и тому подобное, как потом он всю неделю бегал и кричал, а почему она прилетает в одно и то же время постоянно, постоянно стучит в окно, что-то от меня хочет и тому подобное. Хорошо, еще никакой заразы не подцепил. Это да. Поэтому тут вот как раз, возвращаясь к тому, что надо в очередной раз соображать, что делали. А он может прилететь и не один. Для чего, и зачем, и почему. Пацанами. Да, да, да. Подтянуть братву. Которую гуля-гули-гуру-гуру-гуру. И без обеда останетесь. Да, да, согласен. Ну, в общем, друзья, внимательнее с этим. Минприроды полностью с нами согласен, а мы с ним. Значит, номинации на Оскар. Рубрика «Новости кино». Ну-ка. «Барби и Оппенгеймер». Никаких сюрпризов. Значит, в категории «На лучший фильм» объявили номинантов. Значит, лидером по номинациям стал «Оппенгеймер». Ну, лично мое мнение, великолепнейшее кино, и я не удивлен. 13-ш наград. Ну, он претендует на 13-ш наград. Вот. «Барби» тоже борется за звание лучшего фильма. Там и лучшая роль второго плана, адаптированный сценарий, песни и так далее, и так далее. Также на лучший фильм претендуют «Убийца цветочной луны», «Маэстро», «Бедные несчастные», «Американское чтиво», «Оставленные» и «Зона интересов». К стыду своему ничего не смотрел. Много вас ждут «Убийц цветочной луны» это «Скорсеза». Но у меня вот руки не дошли, и, допустим, в частности, того же «Опенгеймера» очень мне интересно было смотреть, потому что был связан, собственно, в определенный период своей жизни с атомной. Ты работал на США? С атомной отраслью. У меня была модная шляпа. Да, я, ну и в рамках этой работы я с большим интересом относился вот как раз к манхэттенскому проекту и к советскому, кстати, ядерному проекту. В том числе, они же практически параллельно развивались. Это очень безумно интересно. И вот, опять-таки, можно пересмотреть отечественный фильм, который называется «Царь бомба», если не ошибаюсь, который рассказывает про советский атомный проект. Там очень много всего прям интересного. Это часть той истории, которая совершенно относительно недавно в историческом контексте случилась. Почему Егор светится в темноте, а вот оно почему. Да, он просто сияет от радости увидеть тебя раз в три месяца. В этом-то и дело, Дима. А ну, а еще Егор, ну, да, шуточка будет сейчас про рост. Потому что там маячок, чтобы самолеты облетали, как на телебашне. Значит, про международное сотрудничество в конце, как всегда, про погоду говорим, но вот оказывается, что еще и глобальные климатические проблемы у ученых в плане оценки могут быть из-за санкций Запада. Значит, климатологи из Дании, Финляндии, Великобритании и США сказали, что им, ой, как не хватает данных из России, чтобы оценивать климатические изменения на планете в целом. А мы знаем, что Россия — это одна девятая часть суши, да, плюс огромная арктическая зона. И вот климатологи теперь сидят, и у них там белое пятно на карте. И, соответственно, вот проблема возникла с прогнозами, с оценками. А когда эта арктическая зона перестала быть белым пятном? Ну, я имею в виду, что теперь еще и в фигуральном смысле. Каламбурчики. Да, каламбурчики. Но, тем не менее, вот, оказывается, проекты теперь вот эти вот по глобальной оценке изменений на планете, они под вопросом. Ну, при этом, при всем же там спутниковая группировка отечественная, если я не ошибаюсь, потихоньку оказывается на околоземной орбите, как раз которая занимается тем, что отслеживает различного рода процессы в Арктике, в том числе и погоду. Ну, и как раз в заключение о погоде. Значит, в Хибинах лавинная опасность. Сегодня спускали лавины, может быть, еще не все спустили. Очень аккуратно. Кто собирается вдруг, чтобы не дай бог ничего, потому что случай известный. Да, в первую очередь, конечно, это касается внетрассового катания, и это не только горные лыжи либо сноубординг, в том числе это и снегоходный спорт. Да, именно. Пока в Приморье там три циклона сталкиваются между собой, катаклизмы и прочее, нас сильно не заденет. Завтра погода у нас будет определять циклон с центром вблизи Мурманского побережья, и, соответственно, местами снег, в отдельных районах сильный паровистый ветер, метель, погода от нуля до минус пяти, при прояснениях до минус двенадцати. То есть примерно, как сегодня, без каких-то особых сюрпризов. Друзья, желаем вам ближайшие сутки до следующего выпуска «Трехквадратик», который будет завтра, провести тоже в относительном спокойствии, чтобы без всяких потрясений. Сегодня для вас работали Егор Банишевский. Всем отличного продолжения этого вечера и до новых встреч. Дмитрий Качалов. Да, я был с вами. Алексей Марьин, конечно, само собой. Меня зовут Дмитрий Рябов. Все, всем приятного вечера и до встречи на волнах Большого Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова